Уважаемые чешуйкейцы, в связи с тем, что в республике было введено чрезвычайное положение, невозможно собрать всех жителей на отчетное собрание. Поэтому представляю отчет о деятельности Примарии за 2020 год через социальные сети. Прошедший 2020 год стал годом неожиданных трудностей сначала в медицине и социальной сфере, а затем и в экономике. Спад финансовых доходов как в семейные бюджеты граждан, так и в бюджеты регионной страны отразился на реализации намеченных планов. Но все же, представляю вам общую картину деятельности Примарии и обеспечения работы по главным критериям. Социальная характеристика села. Общая площадь территории села составляет 9 418,18 гектаров. Всего домов 1532, из них жилых 1301, пустующих 231 дом. По состоянию на 1 января 2021 года численность населения составляет 4741 человек, в том числе 2293 мужчин и 2448 женщин. В 2020 году родилось 27 детей, 12 мальчиков и 15 девочек. Умерло 62 человека. Итого с 2018 года за 3 года родилось 74 человека. Умерло 175. Смертность превышает рождаемость почти в 2,5 раза. В 2020 году резко сократилось количество заключенных браков, их 8. Думаю, что связано это с запретом на проведение свадебных мероприятий. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 3372 человека, из которых в селе трудоустроено 2217 человек. Таким образом, число наших односельчан, не имеющих постоянную работу на территории села, составляет 1155 человек, из которых более 70% периодически выезжают на заработки в Россию, Турцию, Германию и другие страны. В центре занятости состоят на учете 43 человека. В селе проживают 980 пенсионеров, инвалидов до 18 лет пятеро, взрослых инвалидов 251 человек. Численность получателей компенсации за холодный период года составляет 199 семей. Численность получателей единовременного пособия по рождению ребенка 27 человек. Основой налогооблагаемой базы села являются экономические агенты. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются 43 предприятия. Это 23 крестьянских хозяйства и 20 СРЛ, 23 торговые точки, 2 аптеки, 1 АЗС и 1398 налогоплательщиков физических лиц. К селу относятся 9418,18 гектаров земли, из которых госземли 449 гектаров, приватизированные земли 6640 гектаров, земли МПУ 1032 гектара, приусадебный фонд составляет 720 гектаров, овраги, залежи, перлоги и водный фонд составляют 577 гектаров. Общая площадь земель, обрабатываемых экономическими агентами, составляет 5346 гектаров. Из них крестьянские хозяйства обрабатывают 1690 гектаров, СРЛ обрабатывает 3655,4 гектара, и индивидуально обрабатываемые земли сельхозназначения – это 300 гектаров. Протяженность улиц составляет 79 километров, из которых твердого покрытия и в белом варианте 25,77 километров. Характеристика бюджета. Доходная часть бюджета на начало 2020 года составила 8 978 100 леев, из которых собственные доходы составили 2308,1 тысячи леев и 6585,0 тысячи леев – это трансферты. Спецсредства – 85 тысячи леев. То есть собственные доходы – это 25,7% и 74,3% – это трансферты. В течение года доходная часть бюджета была уточнена на сумму 10 миллионов 8 тысяч 800 леев, из которых 1 983,1 тысячи леев – это собственные доходы, 7 762,4 тысячи леев – это трансферты. Спонсорские средства составили 198,3 тысячи леев и спецсредства 65 тысячи леев, что составляет 19,8% и 80,2% соответственно. В целом за 2020 год поступило доходов 8 701 900 леев. Из них собственные доходы составили 2079,7 тысячи леев. Трансферты поступили в объеме 6 407,6 тысячи леев. Спонсорские средства – 156,6 тысячи леев, спецсредства составили 58 тысячи леев. Общий процент исполнения бюджета составил 86,94%, в том числе исполнения по собственным доходам 104,87%, трансферты поступили в объеме 82,54%. Это следующие виды доходов. Подоходный налог с заработной платы, прочие подоходные налоги, земельный налог на земли сельхозназначения с юридических и физических лиц, земельный налог сельхозназначения с физических лиц, граждан, сбор за организацию аукционов, налог на недвижимость с юридических лиц, налог на недвижимость с физических лиц, налог на недвижимость с юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, сбор за благоустройство, разрешение на размещение торговых объектов, налог на санитарную очистку, сбор за патент, аренда земель сельхозназначения, аренда земель несельскохозяйственного назначения, аренда госимущества, штрафы, фиксированный налог и того по собственным доходам, трансферты, спецсчет, спонсорская помощь от депутата Народного собрания ГГУЗИ, пожертвование жителей на комплекс жертвам голода, грант по программе «Лидер», тротуарная плитка в парке. Остаток на 1 января 2021 года составил 237,9 тысяч леев. Итого, в общем, было запланировано 10 тысяч 8,8 тысяч леев, израсходовано 8 тысяч 702,000 леев. Таким образом, общее исполнение бюджета в течение 2020 года было уменьшено на 1306,8 тысяч леев. Это связано с недополучением трансфертов в полном объеме. По собственным доходам бюджет был перевыполнен на 96,6 тысяч леев. Сумма трансфертов уменьшилась на 1354,7 тысяч леев. Не выполнен план по сбору за саночистку, арендную плату за госимущество и сбор за объекты торговли. Самым доходным в 2020 году стал подоходный налог. Собрано всего 1077,1 тысяч леев. Связано это с повышением заработной платы работникам госучреждений. Если проанализировать ситуацию по предприятиям, которые участвовали в формировании местного бюджета в 2020 году, то главным налогоплательщиком является СРЛ-консолитера. Вторым крупным налогоплательщиком являются крестьянское хозяйство Киоси Леонид, обрабатывает площадь 950 гектаров, СРЛ-агро Баланку, площадь обрабатываемых земель 763 гектара. На третьей позиции СРЛ-агро Сарыгюль, площадь составляет 625 гектаров. Перейдем к расходной части бюджета. Расходная часть бюджета была утверждена в сумме 8978,1 тысяч леев. В течение года план был увеличен до 10,882,9 тысяч леев. Кассовый расход составил 9338,1 тысяч леев или 85,81% по отношению к уточненному плану. Предлагаю рассмотреть, как были потрачены средства по подразделениям. Аппарат примарии, в том числе бухгалтерия, 959,8 тысяч леев. Вспомогательный персонал, 660,5 тысяч леев. Пожарное депо, 131,3 тысяч леев. Детский сад, 4357,6 тысяч леев. Библиотека, 286,7 тысяч леев. Музей, 100,6 тысяч леев. Дом культуры, 400,3 тысяч леев. Народный коллектив, 126,3 тысяч леев. Социальные работники, 248,5 тысяч леев. Социальная поддержка населения, 348,1 тысяч леев. Благоустройство, 652,5 тысяч леев. Уличное освещение, 337,3 тысяч леев. Культурные мероприятия и спорт, 9,9 тысяч леев. На призывников не потрачено ни одного лея. Строительство церкви, 100 тысяч леев. Дорожный фонд, 540,5 тысяч леев. Лицей, 78,2 тысяч леев. На водоснабжение и в резервном фонде не израсходовано ни одного лея. Итого 9,338,1 тысяч леев. По всем показателям плановые цифры выше фактических расходов. Предлагаю рассмотреть, как были потрачены средства по подразделениям. Органы местного публичного управления. Оплата труда со стравила 959,8 тысяч леев. За услуги 84 тысячи леев. Текущий ремонт 1,2 тысяч леев. Аренда и содержание транспорта 18,3 тысяч леев. Командировочные расходы 3,200 леев. Подписка 13,100 леев. Прочие расходы. Заправка картриджей в составлении смет 4,500 леев. Кредиторская задолженность по проекту энергоэффективности 15,6 тысяч леев. Искусственные неровности 8,6 тысяч леев. Хозяйственные нужды 21,7 тысяч леев. Топливо, запчасти для оргтехники 23,8 тысяч леев. Итого 959,8 тысяч леев. Коллектив примырии составляет 9 человек вместе с бухгалтерией. В 2020 году было издано 119 распоряжений по личному составу и 125 по основной деятельности. Выдано 1759 справок. Оформлено 57 заявлений об отказе на наследство. 102 доверенности на получение компенсации, пенсии, пособий по инвалидности. Выдано 27 свидетельств о рождении и 62 свидетельства о смерти. 8 актов о заключении брака. А также 538 справок на перерасчет пенсии, определение инвалидности при выходе на пенсию по возрасту. В 2020 году было оформлено 144 договора по закупке товаров и услуг, из которых 107 договоров небольшой стоимости и 7 на основании проведенных тендеров. Также было проведено 2 аукциона, на основе которых заключено 4 договора на земли сельхозназначения и 9 договоров на аренду помещений. Инициированы и проведены работы по формированию и регистрации 5 земельных участков. Кадастровые работы произведены на сумму 21,8 тысяч леев. В течение года подано 13 заявок на участие в проектах в рамках различных программ, 4 из которых были одобрены. Реализован проект «Реконструкция центрального парка». Сумма проекта составила 64 тысячи 951 лей. На стадии реализации был проект «Вовлечение жителей в процесс сбора и вывоза твердых бытовых отходов в селе Чешмекёй» на общую сумму 878 тысяч 916 леев. Сумма контрибуций составляет 293 тысячи 800 леев. Была подана заявка в Управлении строительства на возмещение контрибуции. Заявка рассмотрена и утверждена и на заседании исполкома, и на заседании Народного собрания ГГУЗИ. Но денежные средства пока не поступили, и реализация проекта приостановлена. Подписаны договоры, но пока не начато финансирование проектов автобусной остановки для детского сада «Дост-Луг» на сумму 94 тысячи 14 леев. И проект «Комфортная среда» в музее села Чешмекёй на сумму 60 тысяч 552 лея. Касаясь материальной базы примарии, следует сказать, что сотрудники обеспечены необходимой оргтехникой, но часть компьютеров устарела, и работать на них с каждым днём всё сложнее. В целом коллектив примарии достаточно компетентен и обладает хорошим потенциалом. Слабой стороной примарии является само здание, требующее ремонта. К нам приезжают гости, посещают жители, и, конечно, здание примарии – это лицо села. Думаю, в будущем следует и данной проблеме уделить должное внимание. Пожарная служба На пожарное депо в 2020 году было запланировано из регионального бюджета 86,9 тысяч леев, выделено 65 тысяч леев, а израсходовано 131,3 тысяч леев, из которых 124 тысячи 200 леев составила заработная плата троих бойцов, 7 тысяч 100 леев потрачено на топливо и запчасти. Зарплата пожарников низкая, но работа рискованная. Хочу обратить ваше внимание на то, что средств, выделяемых исполкомом, не хватает даже на заработную плату. Остальную разницу покрывала и покрывает примария. Пожарная машина всегда на ходу, в рабочем состоянии. И в 2020 году пожарники выехали на 18 вызовов для тушения пожаров в частных домовладениях, тушения оврагов, сухой растительности. И за это хочу сказать огромное спасибо нашей бригаде пожарников. Как видим, на содержание детского сада уходит 43,5% от всего сельского бюджета. В свою очередь 72,29% выделенных на содержание УРО ушло на заработную плату, социальный фонд и медицинское страхование. Одним из приоритетов в работе детского сада является качество питания. Администрация ведет постоянный контроль. При норме расходов на одного ребенка 26 леев, 25 бань, фактические расходы составили 26 леев, 86 бань. Несмотря на то, что коллектив сборный из нескольких садов, он способен разрешать любые сложные задачи учебно-воспитательного процесса. Особо проявилось это в 2020 году. В связи с введением с марта месяца чрезвычайного положения по республике, работа детского сада была временно приостановлена. Занятия с дошкольниками педагоги проводили дистанционно, а техперсонал занимался строительством уличного туалета, покраской заборов и другими видами работы. Возобновить работу УРО смогли только в сентябре, а в начале октября уже снова из-за болезни сотрудников ушли на трехнедельный карантин. Образовавшиеся на конец года свободные остатки были направлены на приобретение бытовой и оргтехники, посуды, акустической системы, а также спонсорская помощь на приобретение игрушек была оказана делегацией побратимов из Гюльбаши. Детский сад наш новый, поэтому вопросов материального характера здесь меньше, но они все-таки есть. И самой большой проблемой остается отсутствие подвала для хранения овощей, поэтому в этом году нужно приложить все усилия для его строительства. Библиотека. В 2020 году на содержание библиотеки было израсходовано 286,7 тысяч леев, из которых заработная плата составила 250,5 тысяч леев. 19 тысяч леев потратили на услуги, 3 тысячи леев на подписку. Наши библиотекари Щербан Анна Ивановна, Ненова Татьяна Степановна, Урум Александра Николаевна в 2020 году провели посиделки к рождественским праздникам, были активными участниками масленичных мероприятий и круглого стола, посвященного Дню образования ГГУЗИ. Проводятся выставки, обзоры книг, библиографические уроки. Совместно с музеем подготовили видеопрезентации «Коврат качества в Чешмикёе» и «Чешмикёйские свадебные платья». Книжный фонд библиотеки составляет 24 333 экземпляра книг, брошюр и журналов. В 2020 году он пополнился на 3 тысячи леев. Ученики с интересом участвуют в многочисленных мероприятиях библиотеки, получая новые знания и навыки. Сельская библиотека оказывает услуги для более взрослого поколения в обучении и пользовании скайпом. Оборудованный читальный зал даёт свободный доступ желающим к интернет-услугам. Помещение библиотеки было расширено. Сделан ремонт силами сотрудников библиотеки, примарии и жителей села на сумму 10,4 тысячи леев. В отремонтированном помещении оформлен этнографический уголок, выставка краеведческого материала, ведётся работа по благоустройству прилегающей территории в национальном стиле. Хочу подчеркнуть, что работа библиотеки видна, и она продуктивна. На содержание музея в 2020 году израсходовано 100 600 леев. 93 000 – это заработная плата, 6 600 ушло на услуги, 1 000 леев потрачены на хозяйственные нужды. В музее есть выставочные залы, есть большое количество экспонатов. Работники музея Ришелян Надежда Георгиевна и Боева Лидия Георгиевна проводили мероприятия и экскурсии для учеников и всех желающих, приняли активное участие в мероприятиях ко дню образования ГГУской республики. Интересный экскурс по истории села был организован работниками музея для делегаций из Турецкой республики. Однако существует острая необходимость в приобретении стеллажей для хранения экспонатов и разграничения залов по эпохам. Дом культуры. На содержание Дома культуры народного коллектива в 2020 году израсходовано 526,6 тысяч леев и 9 900 леев на культурные мероприятия. Заработная плата составила 432,8 тысяч леев. На услуги потрачено 83,1 тысяч леев. Командировочные составили тысячу леев. Профессиональная подготовка операторов тысяча леев. Хозяйственные нужды 3,7 тысяч леев. Приобретены два микрофона стоимостью в 5 тысяч леев. В Доме культуры функционируют 5 коллективов и 2 кружка. 2 вокальных ансамбля, оркестр народной музыки, 2 танцевальных коллектива, театральный кружок и кружок сольного пения. Всего задействовано 32 взрослых и 31 ребенок. Работниками Дома культуры были организованы поздравления с Рождеством и Старым Новым Годом. Проведены конкурс «А ну-ка, девушки!» и масленичные мероприятия. Круглый стол ко дню образования ГГУской Республики. Но в связи с введением ограничений в стране, Дом культуры, музей и библиотека вынуждены были свою работу показывать на сайте учреждения. Да, благодаря выигранному проекту мы сегодня имеем красивый современный Дом культуры. Однако в кабинетах отсутствует мебель, звуковая техника устарела, отсутствует цветовое оборудование для сцены, нет музыкальных инструментов. Поэтому важной задачей является оснащение Дома культуры всем необходимым для качественного проведения мероприятий для жителей села. Социальные работники В 2020 году на содержание службы социальных работников было израсходовано 248 500 леев, из которых 248 300 леев – это заработная плата, 200 леев ушло на канцтовары. В примарии работают 6 социальных работников на 5 ставок, которые обслуживают 37 одиноких пенсионеров. Они помогают по хозяйству, по дому, с покупками. Кроме этого, наши социальные работники задействованы в выполнении других функций, свойственных примарий. Это составление всевозможных списков, обследование семейного положения наших жителей, составление анкет и многое другое. Хочу поблагодарить всех социальных работников за терпеливую и качественную работу. Социальная поддержка населения Из Фонда социальной поддержки населения на наше село ежемесячно выделяется 7025 леев, которые, согласно поданных заявлений, распределяются районной комиссией по оказанию материальной помощи. Так, в 2020 году на уровне районной комиссии было удовлетворено 74 заявления на оказание материальной помощи на сумму 84 300 леев и 6 заявлений в региональной комиссии на сумму 49 000 леев. Таким образом, 80 жителей села получили материальную помощь на общую сумму 133 300 леев. Как правило, это такие категории лиц, которые нуждаются в лечении, малоимущие или кто временно попал в затруднительное положение. В региональную комиссию направляется заявление на оказание помощи в лечении онкологических заболеваний. К сожалению, в селе наблюдается увеличение количества таких больных. В 2020 году в Фонд семейной поддержки населения было зарегистрировано 10 семей. Получило пособие только одна семья 8 000 леев. В течение года составлено 69 актов обследования жилищно-бытовых условий. Социальные пособия были оформлены на 64 семьи. На финансовую помощь из Республиканского фонда было зарегистрировано 5 заявлений. Получили 4 семьи по 6 000 леев на покупку мебели, гигиенических принадлежностей, дров, ремонт печи, на приобретение шифера для ремонта крыши. В течение 2020 года были розданы пенсионерам и малоимущим семьям 54 продуктовых коробок и 85 пакетов говядины от турецкого агентства ТИКА, 120 пакетов сухофруктов от компании «Бакаянком». 10 детей получили обувь от психосоциального центра. 103 ребенка от Германского благотворительного фонда получили предновогодние презенты. И дети от 0 до 18 получили новогодние подарки от депутата Народного собрания ГГУЗИ. Хочу отметить, что для составления списков созывалась социальная комиссия при примарии, каждая кандидатура обсуждалась и утверждалась членами комиссии. Социальная помощь жителям села оказывается и из средств местного бюджета. Так, в 2020 году было зарегистрировано 26 заявлений. Все 26 сельчан получили материальную помощь, общая сумма которой составила 41 тысячу леев. И около 30 жителей села получили помощь от депутата Народного собрания ГГУЗИ. Мы все являемся свидетелями строительства сельского храма. Строится он на протяжении 20 лет и исключительно на пожертвования жителей и неравнодушных выходцев из села, проживающих за его пределами. В 2020 году поддержка в строительстве церкви оказана и из средств местного бюджета. Сумма составила 100 тысяч леев. Благоустройство села Одной из важных задач жителей юга является озеленение. Весной и осенью 2020 года от экологического фонда нами получено и высажено 68 деревьев по улице Ленина и вдоль дамбы по улице Пирогова. Уличное освещение По программе «Освещенное село», принятое Народным собранием ГГУЗИ, из регионального бюджета было запланировано 275 тысяч леев, но поступило всего 195 тысяч 800 леев. В начале 2020 года в свободных остатках у нас было 37 тысяч 100 леев, то есть всего получается 232,9 тысяч леев. Согласно утвержденного исполкомом положения, денежные средства перечислялись по фактическим расходам. Это оплата по счетам за уличное освещение 225 тысяч 400 леев, демонтаж и монтаж приборов уличного освещения 62 тысячи 600 леев, приобретение материалов на подключение улиц Пирогова и Болградская 49 тысяч 300 леев. Общие расходы составили 337,3 тысячи леев, недополученные из регионального бюджета 104,4 тысячи леев. Ремонт дорог. Из Республиканского дорожного фонда на село выделено 540,5 тысяч леев. Продолжена установка дорожных плит и водостеков по улице Чехова на сумму 329,8 тысяч леев и 8952 лея составили СМЕТА, Экспертиза и Технадзор. Приобретены водоотводы на сумму 205,5 тысяч леев. В рамках программы хорошей дороги для Молдовы покрыта асфальтом дорога по улице Пирогова на сумму 1,113,000 леев. Протяженность дорожного полотна 580 метров. Из регионального дорожного фонда было отремонтировано 565 метров дороги в твердом покрытии на сумму 886,000 леев по улице Ленина. Капитальные вложения. По капитальным вложениям на наше село было запланировано 510,000 леев. В связи с тем, что контрибуция в сумме 135,6 тысяч леев по проекту строительства тротуаров в 2019 году не было покрыта примарии, из капитальных вложений 2020 года эти средства были вычтены. Таким образом, у нас осталось 374,4 тысяч леев. Работы по ограждению кладбища, согласно сметы, выполнены на 442,5 тысяч леев. Так как от исполкома Гагаузи деньги в бюджет села не поступили для оплаты подрядчика, их нет и по сегодняшний день, продолжить работы не представилось возможным. В данное время работы заморожены. Мусор. Одной из важных и неразрешенных проблем села является проблема ликвидации стихийных мусоросвалок и глубокая санитарная очистка села. Решение об установлении тарифа за мусор было принято советниками в 2018 году. К уличному сбору мусора и его вывозу за пределы села приступили только в июле 2020 года. Конечно, недочеты в этом вопросе есть. Нет специализированной техники, не на все участки улиц попадает трактор, не разрешен вопрос с вывозом органического мусора, отсутствуют ограждения на месте складирования отходов. Для улучшения услуг по вывозу мусора по проекту «Чистый чешмякёй» должны быть закуплены мусорные контейнеры в каждый дом. Как только сумма контрибуции будет выделена из фонда возмещения контрибуции, мы сможем приступить к реализации данного проекта. Будем стараться минимизировать недостатки при оказании этой услуги. Тариф на оплату за санитарную очистку утвержден в сумме 9 леев на человека, но не более 27 леев из домовладения. В бюджет поступило за 2020 год 93 900 леев. Перечислено муниципальному предприятию за услуги 106 540 леев. В 2020 году в селе было зафиксировано 36 стихийных мусоросвалок. По моей инициативе и с помощью независимых советников на протяжении 2020 года ликвидировали 5. Выражаю огромную благодарность жителям нашего села в поддержке примарии по ликвидации и недопущению в дальнейшем стихийных выбросов мусора. Хочу сказать, что мы и дальше будем уделять большое внимание утилизации мусора с учетом рекомендаций жителей и использовать при этом как методы убеждения, так и методы наказания тех несознательных односельчан, которые не понимают важность беречь природу и здоровье окружающих. Конечно, в это экономически тяжелое время не хотелось бы прибегать к штрафным санкциям, но к злостным нарушителям, тем, кто бросает мусор во враги или где попало, считаю справедливым и нужным применение штрафных санкций. Социальный хлеб С 2018 года в нашем селе реализуется программа по выдаче бесплатного хлеба пенсионерам. На начало программы это было 320 получателей. В 2019 году их стало 351, в 2020 году 955 человек. В 2020 году социальный хлеб получали 955 пенсионеров, многодетных семей и инвалидов. В течение года 229,3 тысячи леев было перечислено на выпечку социального хлеба и 77,9 тысячи леев на приобретение муки, 50 тысяч по решению Совета и 27,9 тысячи леев из средств, перечисленных депутатом Народного собрания Гагаузии. Кроме этого, из спонсорских средств приобретено 29 тонн 500 килограммов муки на сумму 171 тысячи леев. Хочу сказать огромное спасибо руководителям крестьянских хозяйств Куржос Константину, Беликчи Константину, Саргелю Сергею, Молдаван Владимиру, Перчимли Анне, Карамиля Федору, Констандоглу Юрию, депутату Народного собрания Гагаузии Жековой Екатерине Федоровне и еще двум выходцам села, которые просили не называть их имена, но в сложных экономических условиях нашли возможность поддержать такой важный социальный проект по бесплатной выдаче хлеба пенсионерам села Чешмякёй. В сентябре 2020 года по решению исполкома всем населенным пунктам было передано зерно из материальных резервов Гагаузи. Чешмякёй получил 25 тонн 840 килограммов зерна в расчете на каждого жителя по 5 килограммов 496 граммов. После 10-дневной выдачи гуманитарного зерна доля жителей не получивших зерно передана на социальный хлеб. Это 13 тонн 34 килограмма зерна или 8 тонн 183 килограмма муки. Около 50% жителей села то есть 2371 человек из 4701 жителя предпочли такой благотворительный жест в поддержку этого проекта. Хочу поблагодарить односельчан за такую готовность жертвовать малым во имя большого доброго дела обеспечения бесплатным хлебом наших пенсионеров. Строительство мемориального комплекса памяти жертв голода 46-47 годов. Инициатива установки памятного креста на месте массового захоронения жертв голода была подана жительницей села Аллайбюк. Совет поддержал мое ходатайство о разрешении строительства мемориала памяти и открытии спецсчета для сбора пожертвований. Очень приятно отметить, что односельчане откликнулись на этот призыв и было собрано 28,3 тысяч леев. Из них 20 тысяч леев на реализацию проекта представили граждане Турции и чуть более 8 тысяч леев собрано чешмекюйцами. Но на эти деньги невозможно было начать строительство мемориала. Я обратилась с предложением о поддержке этого проекта к депутату села. Так обеспечение финансирования всех видов строительных работ мемориала согласно изготовленного нами проекта и укладки щебенки на прилежащие к объекту территории взяла на себя Екатерина Федоровна. Около 600 тысяч леев благотворительных средств было привлечено депутатам. Из собранных на спецсчете примарии средств 15 тысяч леев перечислено на изготовление проекта. Оставшаяся сумма около 13 тысяч леев будет направлена на приобретение и установку камер видеонаблюдения по периметру объекта. Считаю, что в 2020 году примария, депутат и жители Чешмекея впервые построили значимый для истории нашего села и памяти прошлого мемориал, не потратив ни одного лея из бюджета села. Выражаю огромную благодарность всем, кто был причастен к этому проекту. В 2020 году начато строительство еще одного памятника, памятника ветеранам войны в Афганистане. С заявлением о выделении земельного участка под строительство монумента в местный совет обратились сами ветераны. По решению местного совета на приобретение тротуарной плитки и цемента из бюджета села было выделено 15 тысяч леев. Радует то, что активно подключились к сбору денежных средств и односельчане. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто откликнулся и помогает в строительстве этого обелиска. Одним из вызовов 2020 года стала пандемия COVID-19. В Чешмеке был установлен 14-дневный карантин в первый месяц объявленного в Молдове чрезвычайного положения. С 25 апреля как администрация премарии, так и жители села столкнулись с особыми условиями работы и жизни. На предотвращение распространения коронавирусной инфекции были нацелены действия местного КЧС, сотрудников Центра здоровья села, пункта скорой помощи и сотрудников Национальной армии и МЧС Молдовы, дислоцированных в селе. Депутат Екатерина Федоровна Жекова передала премарии защитные экраны, маски, экспресс-тесты для нужд публичных учреждений, больницы и жителей. Также насчет премарии в период карантина ею были перечислены 100 тысяч леев. Уроженка села Наталья Маджар подарила лицеистам 10 ноутбуков и 2200 масок для жителей села. Силами медперсонала тестирование на дому проведено более 150 жителям, имевшим контакт с заболевшими коронавирусом. Невзирая на сложный период двухнедельной жизни села в условиях карантина, ни одному жителю не был выписан штраф за нарушение установленных чрезвычайной ситуацией правил. Организованность, дисциплинированность односельчан и забота о здоровье позволили не продлевать срок действия карантина в селе. Большую помощь премарии и жителям в период карантина оказали сотрудники сельского отдела полиции. Особую благодарность хочу выразить медперсоналу больницы и скорой помощи за профессионализм и выдержку. Так, 10 мая на построении личных составов национальной армии МЧС и карабинеров было объявлено о снятии ограничительных мер и завершении карантина. Уважаемые односельчане, 2020 год был сложным и экономически, и психологически. Часть поставленных задач удалось реализовать. Над реализацией некоторых еще предстоит работать. Хотелось бы озвучить задачи, которые мы ставим перед собой на 2021 год. Это замена крыши и реконструкция фасада примарии. Проект на соискание и финансирование подготовлен и подан. Ждем ответа. Установка ограждений на старом кладбище. Установка ограждений на полигоне по сбору твердых бытовых отходов. Строительство водопровода. ремонт дорог через освоение средств дорожного фонда. Реконструкция центрального парка и стадиона. В завершение хотелось бы определить успешные шаги Чешмякёя в 2020 году. Это успехи не только примарии или местной власти. Это успех всех чешмякёйцев и уроженцев нашего села, проживающих вдали от малой родины. Вкладом каждого жителя в развитие нашего села становится ответственно выполненная работа в разных учреждениях и благотворительность, выраженная в большом числе добрых дел по поддержке односельчан, строительство объектов на территории села и многое другое. Такими были главные успехи 2020 года для Чешмякёя. Впервые в селе систематизирована работа по очистке села от мусора и отработан механизм вывоза бытовых отходов. Социальный хлеб два раза в неделю беспрерывно получали 955 жителей села. Установлены побратимские связи с муниципалитетом Гюльбаши Республика Турция. Построен и открыт мемориальный комплекс памяти жертв голода 1946-1947 годов. Для развития села и реализации разных проектов привлечено 755 594 леев грантовых средств. Начато строительство памятника воинам-афганцам. Завершается строительство церкви Успения Божьей Матери. Впервые из бюджета Примарии выделено 100 тысяч леев на строительство церкви. На счета Примарии поступила спонсорская помощь размером более 128,3 тысяч леев. Проведена техническая работа и получено финансирование в 1 миллион леев из бюджета страны на открытие дома детского творчества. Уважаемые односельчане, несмотря на сложности, призываю всех жителей продолжить развитие села вместе. поздно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...